Сегодня Изумрудная долина встречает своих гостей. Здесь развернулись десятки площадок. Танцы, горки, снежки. Но главное здесь – хорошее настроение. Но больше всего жителей интересовал приезд гостя из Великого Устюга. Впервые праздновать Восточный Новый Год приехал главный российский Дед Мороз. Приветствую всех жителей Приморского края и Дальнего Востока. Ещё и подарки нам вручили. А вы сами верите в Деда Мороза? Ну, конечно. Как не верить, если внук верит? Ой, рады, что прилетел, так далеко добрался. Ты дедушку видела? Ой, она стесняется у нас очень. Красивый, большой, так скажем, с голосом таким настоящим. Вскоре в Изумрудной долине появится постоянная резиденция Деда Мороза. Вслед за Москвой, Сочи и Крымом избу построят в русских традициях. Это мероприятие доказало, что родина Деда Мороза является никакой не Устюг, а Приморский край и Изумрудная долина. Вот это первое. Потому что, на самом деле, думаю, что настолько массово это мероприятие прошло. Причём люди, жители пришли сюда с таким, как это, живым интересом. На самом деле, необходимы такие бренды, которые взращивают, собственно говоря, какую-то нашу исконную культуру. Были песни и пляски, игры на свежем морозном воздухе. Замёрзнуть Дед Мороз никому не позволил, а его сказочные помощники ещё и горячим чаем напоили. Тут есть смородина, мято, клевер, ромашка. В общем, сплошные местные травы. Чай и правда вкусный, согревает тело и душу, так как он на травах натуральный и полезный. С собой Дедушка Мороз из Великого Устюга привёз несколько пачек ответных писем приморским детям. Инна Гончарова, Александр Кононенко, Панорама.